Как сказал один великий мыслитель, умеешь думать? Подумай! Продолжение следует... 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 Вы бы видели... Насколько сильно у меня опухло горло... То есть... Было видно... Что это... Огромное... Непонятное нечто... Вот здесь... И... Пришлось лечиться... Видео, естественно, я снимать не мог... Потому что было... Дискомфортно говорить... И тем более... Пить что-либо тоже не получалось... Без каких-либо вот таких вот... Движений из разряда... Вот примерно так я выглядел... Две недели... Но... Сейчас уже все хорошо... Я вылечился... Вернулся к вам в новом видео... И... Надеюсь, что... Больше... По крайней мере до осени... Я ничем не заболею... Будем, как говорится... Заботиться о себе и своем здоровье... Сейчас это очень важно... Потому что все-таки весна... Которая до сих пор... Почему-то, как мне кажется... Не понимает, что она весна... На улице дождь... Снег... Ветер... Где солнце... Где тепло... Почему я до сих пор... Не хожу в шортах по улице... Я не понимаю этого... Я зачем хожу в спортзал... И качаю ноги... Чтобы прятать их под слоем одежды... Нет... Я хочу надеть свои самые короткие шорты... И пойти гулять... Показывать всем свои шикарные длинные ноги... Общество должно увидеть... Что должно увидеть... И шокироваться твоим ногам... Чудовище... Так вот... Да... Я не понимаю вот этой погоды... На самом деле... Как у вас в городе, в котором вы находитесь... Погода... Расскажите мне... Потому что... У меня за окном сейчас, например, идет дождь... И несмотря на то, что я люблю прятать днем свои слезы... Ну, потому что по жизни я Белла и сумерек... Мне бы хотелось уже... Не знаю... Солнышко... Какую-то... Приятную... Прекрасную... Возможно, даже уже... Летнюю погоду... Этого не происходит... Возвращаемся к тому, что я заболел... Да... Я болел и сейчас выздоровел... Поэтому вновь возвращаюсь к работе... Однако, если вы вдруг не видите меня на YouTube... Это всегда значит, что я присутствую где-то в других соцсетях... Например, в Telegram... Куда вы можете подписаться... Потому что вас там очень много... Мы постоянно что-то обсуждаем... Там очень жаркие... Прям невероятные споры иногда возникают по поводу книг... Или же новостей... Также вы можете подписаться на меня в TikTok... Пускай туда нельзя пустить видео... Они... Там все еще есть... Может, когда-нибудь я все-таки стану популярным тиктокером... И, конечно же, вы можете зайти там в сообщество ВКонтакте... Или же в запрещенную... Вот эту самую соцсеть... Я уже не помню, что там надо произносить... Чтобы упомянуть... Слово на букву И... Короче... Вы поняли, о чем я говорю... В сторисе тоже позже... И посты... У меня недавно фотосессия была... Мне очень понравилось... И, знаете... Почувствовал себя... Невероятно красивым... Кстати, фотосессия у меня была в океанариуме... И я вспомнил, что последний раз я был в подобном месте... По-моему, лет... Восемь назад... Когда еще учился в Америке... Потому что тогда у меня рядом с квартирой, в которой я жил... Недалеко был как раз-таки парк аттракционов... Кинотеатр... И океанариум... Это было три места, куда я постоянно ходил... И, знаете... Это навеяло такие приятные, ностальгические времена... Вы можете, кстати, промотать... В самый низ моих видео... И найти, возможно, влог оттуда... Если я не удалил его... Потому что у меня был какой-то период времени... Когда я удалял свои видео с Ютуба... И думал... Боже мой, я не хочу, чтобы вы это видели... Это позор, кринж и ужасно... Вот... Но... Насколько я помню... Вроде бы это видео даже еще есть... И... Когда ты долго не бываешь в каких-то местах... Которые тебе навевают приятную ностальгию... Это... Одновременно очень... Давит и щемит на эмоции... Которые, казалось бы... Давно уже должны были просто превратиться в какие-то воспоминания... Не обязывающие ни к чему... Но тут... Я вот как будто попал в то время... Когда мне было... 17 лет... Я впервые переехал куда-то самостоятельно жить... Вокруг меня были... Люди, которых я не знал... У меня тогда еще ни одной татуировки, кстати, не было... Такие моменты навевают не только тоску и грусть... Но еще и приятную... Не знаю... Ностальгию, как я уже сказал... Потому что с большинством тех людей, с которыми я тогда общался и дружил... Я уже давно... Перестал контактировать... И... Те фильмы, на которые я ходил тогда в кино... Я уже давно и не пересматривал... Даже не вспоминал... И видео, которые я тогда снимал... Я уже даже не помню, что я тогда снимал... И вот прогуливаясь по этой аллее воспоминаний... Я понял, насколько быстро... Бежит время... Потому что, казалось бы... 8 лет... Достаточно длительный период времени... Но... Как будто бы он прошел вот так... Потому что я вспоминаю свой университет и думаю... А, ну это было год-два назад... Нет, нифига подобного! Это... Давно уже все закончилось! Рео беспощадно к нам, конечно... Это... Удивительно одновременно и... И... Немного пугает! Ну, как мне лично кажется! Потому что... В такие моменты ты думаешь... А что будет еще через 10 лет? Что произойдет? Кем я стану? Буду ли я вообще через 10 лет существовать? Все эти вопросы... Всегда вызывали у меня... Благоговейный ужас! Потому что... С одной стороны, вроде... Хочется... Думать о будущем... А с другой стороны, оно пугает! Потому что никогда не знаешь, что произойдет... Ты где-то окажешься! Окажешься ли ты где-то? С кем ты там окажешься? Будут ли те люди, с которыми ты сейчас общаешься... В твоей жизни... Навсегда? Или же они... Исчезнут, и ты перестанешь про них вспоминать? Потому что я полистал свои фотографии... С тех времен и видео, которые у меня остались... И я думаю... Я ведь ничего из этого уже практически не помню! Но... От этого так странно! Я, наверное, вас очень сильно загрузил до сейчас... Я не планировал! Я хотел обсуждать приятные и добрые вещи! Так получилось! Поэтому цените все моменты, которые у нас есть! Надо жить! Не просто ради того, чтобы сидеть и вспоминать потом... Ах, как было тогда хорошо! Ну и чтобы в моменте сейчас вам тоже было приятно находиться! Ностальгия это... Отличное чувство! Но нельзя в нем теряться! Потому что если постоянно жить в моменте... Раньше было лучше! То настоящее будет казаться чем-то неинтересным! А потом в будущем... Вы поймете, что... Столько всего было упущено! Да и вообще время было хорошее! Стоит за это выпить! Ладно, давайте-ка мы с вами перейдем к чему-нибудь более легкому! Потому что думать думные думы тоже необходимо! Однако... Отвлекаться от собственных невероятно глубоких философских мыслей тоже нужно! Так вот, я сейчас нахожусь в процессе прочтения второй части хрупкого равновесия! И если вы вдруг не смотрели обзор на первую часть, обязательно гляньте! Потому что это что-то с чем-то! На уровне моих обзоров про календарную девушку, если даже не лучше! И как раз таки... Вы бы знали! Мне пришлось перейти с вот этого варианта на электронный! Просто потому что в какой-то момент чтения я начал настолько сильно сжимать книгу прям вот так вот! Что у меня вот здесь прям видно продавленные отметины от моих пальцев! Потому что события, которые здесь происходят, заставляют меня делать вот так! На постоянной основе! И знаете, благодаря этой книге появилось кое-что прекрасное! И я думаю, что если вы еще не видели это, то сейчас самое время показать! Мы выпустили кружку с «Умеешь думать – подумай» И мне кажется, что это потрясающий вариант! Учитывая, что автор этой книги назвал меня мудаком за мою критику, ее творчество! В целом я на нее не обижаюсь! Однако во время прочтения подобной литературы думать совершенно не хочется! Но я считаю, что с подобной кружкой вы сможете перебороть и победить даже самую ужасную книгу на свете! Потому что что? Умеешь думать? Подумай! Я вот не знаю как вы, а я очень люблю приближение лета! Потому что это такая неповторимая и ничем не описуемая атмосфера! Только вот разве что криками детей, которые начали выбегать на детскую площадку, потому что на улице становится тепло! Это зелень, которая начала распускаться! И вокруг как будто бы ощущение какого-то нового периода не только в природе, но еще и в жизни! И я такое люблю! Несмотря на то, что за окном сейчас не самая приятная погода, это тоже часть как раз-таки вот этого круговорота эмоций, которые можно получить с наступлением лета! И я понимаю, что для многих из вас это действительно возможно очень сложный период, потому что экзамены или сессия или что-то еще! Но что-то в этом такое есть! И каждое лето я как будто загораюсь каким-то планом осуществить определенное количество целей или чем-то себя занять! И, например, в прошлом году у меня, например, была цель сходить сколько-то раз в кино! По-моему, я за прошлый год сходил в кино раз 90! А вот летом я точно сходил больше 20 раз! Также прошлым летом у меня был план, состоящий из пунктов, что можно сделать за как раз-таки 3 месяца, чтобы провести их не впустую! Но, опять же таки, если вы хотите лениться, тюлениться и просто отдыхать летом, это самое лучшее! Вы не должны чувствовать себя обязанными постоянно что-то делать! На это лето у меня все же есть какие-то планы, которые мне хочется, чтобы сбылись, но они более абстрактные, чем реально существующие! То есть, например, может быть, я сделаю новую татуировку, потому что я все же хочу забить рукав полностью! Или же я хочу сходить в аквапарк! Возможно, записаться на танцы! Ну или просто что-то поделать! Хочется испытывать эмоции, особенно сейчас, потому что... Я в последнее время осознаю, что мне не хочется больше быть удобным! Для людей! Для соцсетей! Я хочу просто наслаждаться моментами жизни! Возможно, это взросление! Возможно, это осознание чего-либо! Время покажет! Но! Помните, я в прошлом году уезжал в Питер, потому что у меня отключили горячую воду! Так вот, история повторяется! Потому что у меня вновь отключают горячую воду! Мы живем в 21 веке! Летающие машины, по-моему, уже существуют! Люди отправляются в космос! У нас везде есть интернет! Но мы все еще отключаем воду летом! Я не понимаю этого! Так вот, да, я вновь хочу съездить в Питер! Я надеюсь, это в этот раз продлится действительно на срок отключения горячей воды! А не как в прошлый раз, когда я такой, хм, останусь в Питере на месяц! Почему бы и нет? Так что, за всеми моими передвижениями вы можете следить в соцсетях! Я там обычно обитаю! Не волнуйтесь! Видео будут выходить! Куда же без них! У меня очень много планов! Это да! Знаете, что хочу? На самокате покататься! Нет! На велосипеде! Нет! На роликах! Я последний раз катался на роликах, когда в школе учился! Я помню, мне папа подарил ролики! Где-то в классе пятом! У меня был шлем! На коленнике и на локотнике у меня тоже были! Но это не помешало мне упасть и разбить себе нос! Но вот хочется немножко поностальгировать по каким-то, возможно, более юным временам! И на велосипеде я бы с радостью покатался! Я раньше очень любил кататься на велосипеде, на самом деле! Потому что меня каждое лето увозили на дачу! Родители говорили, ты три месяца будешь сидеть без интернета, без друзей и просто жить в природе и огороде! Я такой, ладно, окей, хорошо, я не буду с вами спорить! Сейчас я бы такого, наверное, никогда не сделал! Но! В те времена я читал книги и катался на велике! Дни напролет! Я не сидел в соцсетях, я не играл в игры на компьютере! А листал страницы, лежу на гамаке и рассекал на велике! Сегодня какое-то ностальгирующее видео! Не знаю, хорошо это или плохо, но приятно! В душе разливается что-то такое замечательное! Если вы слышите какие-то странные звуки, это орущие дети за окном! У них там своя атмосфера! Вчера, кстати, я лежу, никого не трогаю, у меня открыты окна! Я слышу! Ссорится парень с девушкой! И я такой, надо подойти и узнать, что там такое! В итоге, он за ней бежит и говорит, прости меня, пожалуйста, я не хотел! Она ему кричит в ответ, ты виноват? Как ты посмел это сделать? Я могу предположить, что он ей изменил! Но! Может, он ее просто видел! Может, он и сделал комплимент! Может, он не заметил, что она подстриглась или сделала маник! Я же не буду кричать им с балкона! Посмотрите любовную клинику на канале Энтони Юлая! Все будет хорошо! Хотя, на самом деле... Пора начать так делать! Интересно, насколько будет смешно, если я назову это видео... Буква Ю! Похую! Ютуб его обязательно заблокирует! Хотя, какая разница! Ладно, перейдем к следующей теме обсуждения! Которая обнаружилась, кстати, пока листал телеграм-каналы блогеров! Я думаю, вы на них подписаны! Я тоже на них подписан! И вот, телеграм-канале Кати Клэп, которую я очень люблю и уважаю! Потому что она была первым блогером, которого я когда-то начал смотреть! Это было лет десять назад, если не больше! Так вот, я увидел одну не совсем приятную вещь! Катя довольно часто упоминает о том, что она тренируется, ест какое-то определенное количество калорий и так далее и тому подобное! И пока листал комментарии, я заметил, что многие говорят ей о том, что у нее РПП, о том, что от нее как раз-таки попахивает пищевыми расстройствами, и от всех ее как раз-таки подобных постов! И знаете, это натолкнуло меня на мысль о том, что, возможно, нам стоит поговорить на эту же тему! Хоть я и неоднократно поднимал ее на канале вместе с вами! Вы, может быть, заметили, что я тоже похудел! С начала этого года от меня убежало примерно десять килограмм! И кто-то из вас мне уже писал, что вот я стал таким худеньким! Возможно, я опять не ем или морю себя голодом, как когда-то в далекие времена! Нет, ребят! Все хорошо! Все в порядке! Я очень много тренируюсь сейчас, и за моим питанием следят! То есть, это похудение происходит не потому, что я ничего не ем и питаюсь водичкой и яблоками! Нет! У меня есть тренер, который за мной следит очень тщательно, и я полностью осознаю, что я это делаю не потому, что я хочу иметь кубики пресса, хоть это и неплохо, а потому что мне просто хочется видеть свое тело немного другим! Мне более комфортно будет в другом весе! Я к этому пришел, я это осознал, но я понимаю, вы как подписчики, возможно, будете волноваться, если я вдруг изменюсь во внешности! Потому что я же не все вам рассказываю про себя и свою жизнь! И, естественно, вы будете переживать! И это неплохо! Это хорошо, наоборот! Но писать людям о том, что у них, возможно, РПП или от того, что они делают, попахивает пищевыми расстройствами, это не есть хорошо! Тут нужно находить очень четкую грань между тем, чтобы влезать в то, что не стоит трогать, и волноваться за человека, переживать за то, что он делает и за то, что с ним происходит, потому что здесь все же разные бывают ситуации! Когда мы даем комментарии или мнения по поводу чужого тела или его внешнего вида, человеку тело, которого мы комментируем, может быть от этого неприятно, потому что уровень комплексов у нас у всех разный! Кто-то может не комплексовать по поводу внешности, а кто-то может! И это все зависит только от человека! Большая часть комплексов по поводу моего тела уже давно осталась в прошлом! И меня, например, не задевают и не триггерят определенные выражения, которые люди могут мне писать или комментировать в соцсетях! Это уже давно пройденный этап! Но! Есть одна вещь, которую я хочу вам сказать перед тем, как мы закончим обсуждать эту тему, и она, возможно, покажется вам неприятной, но она правдивая! Другие люди не ответственны за ваши триггеры! Это правда жизни! И она такова! С ней нужно просто смириться! Вам будут писать вещи по поводу того, как вы выглядите, по поводу, как вы себя ведете, по поводу и без повода! Вы, конечно, можете вступать в споры, в полемику, кидаться оскорблениями в сторону этих же людей, которые решились прокомментировать ваше тело, или внешность, или характер, и другие вещи! Но! Вас не будет это задевать, если вы просто придете к тому, что вы кто вы есть! И если вы рады чувствовать себя собой, прозвучало, конечно, по-уебански, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю, то такие вещи будут вас задевать меньше! Потому что мир очень жесток бывает! Люди за маской анонимности в соцсетях будут писать ужасные вещи! И я не говорю, что это нормально! Наоборот! Но это тот мир, в котором мы живем! Поэтому я хочу, чтобы в первую очередь вы, естественно, стремились любить себя! Потому что, как только вы приходите в гармонию с самими собой, желание комментировать чье-либо тело, внешность, характер и другие вещи отпадает само собой! Потому что счастливые люди занимаются собой! Я думаю, за это можно поднять тост! Умеешь думать? Подумай! Красота! Итак, ребята! На сегодня у меня все! Я надеюсь, вам понравилось это видео! Если да, то я очень этому рад! Спасибо, что все еще меня смотрите! Я вас очень сильно люблю! И хочу, чтобы вы узнали каждый, мать его, день! Не забывайте ставить свои комментарии! Потому что что? Правильно! Комментарии лучше лайка! Но и лайк тоже можно поставить! А еще, ваше мнение должно быть услышано! Поэтому обязательно оставьте для меня комментарии! Потому что каждый из них для меня на вес золота! Вдруг вы завели собаку или кошку? Ребенка? Вдруг вы женились? Вышли замуж? Закончили школу? Университет? Просто поделитесь чем-то хорошим или плохим! На ваше усмотрение! Я буду рад почитать ваши комментарии! С вами был я, Энд Данилай! Главное, помните, оставьте все время себе на всех ваших начинаниях! Я вас очень-очень-очень-очень сильно люблю! Скучаю, по-моему, безумно каждый день! И, естественно, мой невероятный мерч, который мы создали специально для вас! Умеешь думать? Подумай! Доступен уже на всех площадках, где его можно найти! Вы можете подписаться на меня в соцсетях, если вам это интересно! Конечно же, потому что там я постоянно кидаю какие-то апдейты, фотографии, ссылки на видео, где я появляюсь! Или же просто с вами шучу, развлекаю, как могу! Да! Я выпил сегодня четыре чашки кофе! Мне кажется, мне пора спать! Хотя, с таким количеством кофеина во мне, ух, спать я буду еще не скоро! Это да! Обнимемся! Правильно! Идите сюда! Вы мои радости! Вы мои зайки! Как вам эта рубашка? А вы наверняка не увидели, что все это время на меня была майка! Как бы, да! Вот такие вот дела! Надеюсь, что у вас все хорошо! И мои видео скрашивают ваши будни, выходные, да и в целом время! Увидимся на этом с вами вместе! Совсем скоро! Не переживайте! Никуда не пропаду! Пока!